Привет, друзья. Принесли мне на ремонт широко известные в узких кругах наушники БОС. Процесс фрагментально заснял на камеру и для изучения интереса к материалоподобной тематике решил выложить видео на всеобщее обозрение. По описанию поломки владельцам спрогнозировал удаление фрагмента обломанного кабеля, так как жалобы были на случайное пропадание звука в одном из каналов. В реальности все оказалось гораздо интереснее. Да, в штекеры TRSM тоже были казусы. Я их устранил первым делом. Но полностью от проблемы это не избавило. Поломка притаилась где-то там, глубоко внутри. Первое, что бросилось в глаза, это качество сборки недешевых наушников. Обратите внимание, как один из проводков устраивает короткое замыкание. Это одна из многочисленных причин. Коза была между контактами для входных проводов, изготовленных из лицендрата. Каждый жгутик состоит из гибкой диэлектрической основы с намотанными на нее тонкими эмалированными проводами. Это можно сейчас рассмотреть на слегка размахлившемся нижнем жгуте. А вот и еще одна коза. Маленький фрагмент проводка делал свое черное дело. А тут уже видны огрехи сборки. Между правыми контактными площадками есть проводник, а вот между левыми коза и золова. Само качество пайки тоже оставляет желать лучшего. Также на платье видны шарики олова и неотмытый флюс. А тут вообще красота. Между контактными площадками для SMD компонентов лежит оловянная сопля. Что-то мне подсказывает, что конденсатор C34 вряд ли можно заменить импровизированной перемычкой. Физика протекающих процессов немножко отличается. Этот финт ушами как-то можно было бы списать на авторскую запятую, если бы не очередная коза. Кажется, их тут целая оттара развелась. Я, конечно, не пастух, но чувствую, что перед дальнейшей работой мне придется сначала очистить эту зеленую поляну от рогатых парнокопытных и фекалий в виде шарика олова, прилипших к флюсу. Заодно хорошенько промоем все спиртом. Если вы думаете, что это усилитель, то глубоко заблуждаетесь. Обратите внимание вот на эту деталь. Это микрофон, направленный наружу. Он слушает, что происходит вокруг вас. Если внимательно рассмотреть полость акустического оформления, то можно обнаружить тут тоненький кабель, идущий под металлическую сетку. Это не что иное, как акустический экран, под которым прячется второй микрофон. Он внимательно слушает и анализирует вашу музыку. Давайте попробую показать его с другой стороны. Возможно, с другого ракурса будет виднее. Да, с этой стороны виден и микрофон и подходящий к нему кабель. Несведующий в электронике может принять эту конструкцию за высокотехнологичный ВЧ-динамик. Про реальное назначение встроенной схемы расскажу чуть позже, а пока продолжу поиски неисправностей. Для этого мне пришлось и второй наушник разобрать. Вот это ТРС-гнездо было установлено вот в этом специальном углублении. Снаружи, через технологическое отверстие в корпусе, к нему подключается штекер с переключателем импеданса. С ним теперь все в порядке. Восстановил. Вот эти провода проходят во внутренней полости и соединяют между собой две платы. А теперь очередная ложка дегтя. Это контактные площадки для кабеля, уходящего ко второму наушнику. Сюда через него подается электропитание, а отсюда передается один канал. На другой стороне платы есть ламели для шлейфа. От гнезда ТРС сюда приходят правый, левый канал и земля. Один из каналов через вот эту деталь уходит на второй наушник. Приходит он сюда через ряд компонентов и сеть переходных отверстий в многослойной печатной плате. Сначала с ламелей сигналы обеих каналов через переходные отверстия подводятся вот на эти резисторы. Один из каналов через вот это переходное отверстие уходит на другую сторону печатной платы и дальше поступает на основную схему. Другой канал через второй резистор поступает вот на это переходное отверстие. Только поступает он сюда нестабильно. Я не сразу нашел переходное отверстие на другой стороне платы. Проводник от него к резистору проходит в среднем слое. Одной из причин пропадания канала была некачественная металлизация. При деформации платы контакт многократно пропадал и появлялся. Но и это был не последний казус. На обратной стороне платы сигнал так и не дошел до контактной площадки. Оказался треснутым предохранитель. Контакт в переходном отверстии восстановил залив его оловом. Презентабельность бэушного шлейфа в процессе работы была утрачена, поэтому заменил его новым. На это место установил резистор с нулевым сопротивлением. Типа размер чуть больше родного предохранителя, но он прекрасно уместился. На второе платье на входе канала имеется дублирующий предохранитель. То есть два предохранителя было установлено последовательно. Удаление одного из них никак не отразится на защите схемы. Кстати, если вам доведется разбирать подобные наушники, обязательно запомните расположение саморезов. Дело в том, что их длина немного отличается. Установка не на родное место может привести к порче корпуса. Вы все еще хотите узнать, для чего эти наушники напичканы электроникой и требуют регулярной замены батарейки? Тогда слушайте. Для раскрытия секрета производителя мне даже пришлось схему по печатке на листе чертить. Потом выкинул. За ненадобностью ноу фигни. Звук, поступающий на внешний микрофон, усиливается. С поворотом фазы подмешивается во входной сигнал и подается на динамик. Угол поворота фазы корректируется путем сравнения сигнала с внутреннего микрофона. То есть, вся начинка это электронное уменьшение шумов окружающего пространства в ущерб качеству воспроизводимой музыки. Честно говоря, немного сомневаюсь в правильности названия этого изделия. Скорее всего, это не наушники, а беруши. Для шумного производства самое то. Не только сберегут перепонки от лишних децибел клёпального станка, но и позволят выполнять работу в ритме любимых композиций. А на сегодня пока все. Лайк, подписка и незлобная записка на ваше усмотрение. Желаю вам крепкого здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова